И так, всем привет, с вами Добга, и сегодня мы поговорим про то, как лучше тренировать свои воздушные силы. Есть много неотвеченных вопросов, о которых нигде не написано. Есть ли смысл тренировать только днём, и есть ли смысл тренировать на непереполненной базе, или нормально делать это и днём, и ночью, и также нормально ли это делать на переполненной базе. Давайте проверим, ответим на эти вопросы. Будем тренировать эти самолёты на протяжении двух лет. Тренировать онстопом. В запасе у нас на складах ничего нет, я всё задеплоил. Те же не тренируются днём и ночью, эти тренируются только днём. Поехали. И вот прошел первый год, и можно уже сделать первые выводы, если обратить внимание на числа потерянных самолетов, то заметно, что количество самолетов на авиабазе как будто не влияет, если у вас она переполнена авиабаза, то разницы для тренировки нет, что логично, потому что это влияет на эффективность миссии, а в тренировке как бы технически нет самой эффективности миссии. В результате чего, здесь видите, у меня одинаковое количество, здесь наоборот больше осталось, хотя до этого было меньше, но на дистанции они плюс-минус выровнялись, так что я бы сказал, что корреляции реально нету, но уже день и ночь мы можем отчетливо видеть, но давайте все-таки дойдем до конца следующего года, чтобы точно сделать выводы. И вот прошел второй год, и мы можем подтвердить, что разница того, сколько самолетов на авиабазе отсутствует, но вот тренировка днем намного дешевле тренировки ночью, как видите, больше 100 самолетов мы сэкономили в обоих случаях, что подтверждает, что это не случайность. Так что тренируйте ваши самолеты только днем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии, делитесь другими фишками и до скорых встреч, всем пока!